Всем привет! Давно хотели снять ролик и все как-то вот не получалось. И вот руки дошли. Специально, видите, даже руки в перчатках. Я же вам давно уже говорил, что собираю погодовку инвестиционных монет казахстанских. И вот принес вам свою подборочку. Правда, пока не до конца уверен, что она полная. Может быть, она и не полная. Поэтому сейчас буду по годам показывать. Если вдруг я какие-то что-то пропустил, то, пожалуйста, пишите в комментариях и скидывайте фотографии для того, чтобы подтвердить. Ну и сами понимаете, я же тоже неспроста так делаю. Все это потом перерастет в дополнение вот этого каталога по инвестиционным монетам. Мы его уже анонсировали. Постепенно работа идет, наполняется. Но толчок к этому вот, естественно, дала эта коллекция. Ну что, начинаем с самой первой серебряной монетки 2009 год. Я прям буду доставать сейчас, показывать, потому что на них, на этих монетах есть отличия по годам. Это 2009 год, серебряный барс, первый год выпуска. Здесь еще другой тип герба, который был на тот период. И вот даже по самим этим монеткам можно увидеть, что есть отличия по гербам. Так, 9 год, 10 год. Специально, видите, сложил в планшет. Это у нас 10 год, одна тенге. Так, здесь у нас сразу идет 15 год. И вот, если честно, сейчас идут споры во многих чатах, что был ли 14 год или не был. Вот, двушка, 14 год точно есть, две тенге, две унцы. А вот одну тенге, почему-то никто не видел. И вот что-то есть такие сомнения, что может быть был и 12 год, и 11 год. Вот сейчас вот тоже не помню. Хочу эту информацию сейчас уточнить, обновить. Потому что это очень важно и для каталога, и для своей подборочки. Здесь перед вами 16 год. Кстати, вот 15 год, то, что я вам показал, она пореже встречается. Реже встречается, поэтому ее продают, ну, скажем так, плотненько. Продают не дешевле 30 тысяч за монетку. А это 16 год. Вот, встречается почаще. Тут, вот я сразу вам еще раз покажу. Даже можно заметить отличия по гербам. То есть, разные типы гербов были на тот момент. И, соответственно, вот они отличаются. Ну и еще важное отличие. Здесь у нас под Барсом нету логотипа монетного двора казахстанского. Здесь у нас логотип есть. Мы его видим. Так, это у нас кириллица. Четыре года у меня есть. В 2020 год уже пошли латиница. Латиница надпись. И, соответственно, сейчас достанем тоже, посмотрим, покажем. Здесь, как вы помните, мы много роликов снимали. Изменился сам Барс. То есть, тут у него и ушки правильно, и мордочка, и хвостик есть. И вот герб. Какой тип герба здесь у нас. Тоже на латиницу уже идет. На, получается, на латинице. Кумыс Барыс у нас четыре года. Это вот 2020. Он, кстати, тоже пореже встречается. 2021 у нас идет уже с логотипом монетного двора. Тоже вот такой нюанс есть. То есть, смотрите, в 2015 году логотип появился. А потом в 2020 исчез. Забыли его поставить. А в 2021 снова поставили. Следующий идет у нас 2022 год. И 2023 год. Это последний год. Выпуск у нас серебряного Барса. То есть, на латинице у нас точно достоверно известно, что всего четыре года. На кириллице пока сомневаюсь. Ну и пошла у нас новая линейка. Вот перед вами Кокбари. Кокбари Пруфовский. Сейчас тоже его достану вам, покажу. Плотно лежит очень в планшете. Тяжело доставать. Вот хочу достать, а не получается. Ладно, не буду, раз не получается. Что ж, вот перед вами 2023 год. Это 2023 год Пруф. И 2023 год АНС. 1 тенге. Пруф и не Пруф. То есть, как видите, положено. И самая последняя монетка. Пруф еще только в Кустанае был. В продаже. И только не совсем, скажем так, правильно поступил в продажу. А вот это перед вами 2024 год. Вот как бы, какой нюанс, что на волках получается год только с одной стороны написан. Здесь-то, в принципе, тоже. Но здесь он на лицевой, да? Со стороны Барсика. А здесь у нас со стороны герба. Но приходится вот выкладывать таким образом. То есть, естественно, как бы лицевая сторона самая важная. Это у нас идет именно... Не, очень плотно. Капсула, видимо, чуть-чуть больше размером. И поэтому очень плотно. Вот, смотрите, вот в планшете очень хорошая подборочка. И если в дальнейшем Национальный банк также и продолжит выпускать парами их, то буду вот так вот парами тоже складывать их. И вот хорошая подборочка. То есть, считайте, чистое серебро. Везде номинал один тенге. Одна унция чистого серебра. Но уже очень-очень приятная подборочка. В какой еще нюанс, что очень часто вот эти монеты шли на переплавку. Шли на переплавку. Притом на переплавку шли не только ювелиром. Шли на переплавку и когда сдавались в Национальный банк для экспертизы. Потому что чаще всего экспертиза проводится методом разрыва. То есть, монета уничтожается. Особенно по золоту. По серебру, может быть, не всегда. Может, иногда что-то оставляют. А по золоту всегда уничтожается. Так что вот новое направление. Доступное и очень интересное направление. Это коллекционирование теперь казахстанских инвестиционных монет. Так что начинайте. Есть еще возможность достать все абсолютно монеты. Что-то, конечно, будет идти у вас по курсу Национального банка. Что-то дороже. Допустим, 2015 год будет дороже. Естественно, Кокбари будет 2023 дороже. И 2020 год Барсик тоже будет чуть-чуть дороже. Но, в принципе, все это реально достать еще. И сложить себе такую подборочку. И начинать потихонечку уже потом в дальнейшем покупать в Национальном банке. Если понравилась вам такая идейка. То приобретайте планшеты. Покупайте монеты. Пока их еще можно достать. И складывайте. Всему свое время. Они принесут вам свое и удовольствие. И определенные проценты вам тоже принесут. Так что, если вдруг какие-то года я пропустил. Но они у вас есть. Пишите в комментариях. Пишите на мой WhatsApp. Обсудим. Поговорим. Возможно, приобрету у вас для своей подборочки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok